Закрыли, поехали. Поднимите, посадите. Выключи свитло. Аккуратно, аккуратно. Не робите ему больно. Аккуратно. Аккуратно. Посадите его. Аккуратно. Что вы мне там показывали? Покажи свет. Свет включать вперед? Не треба. Да, да. Что это? Послушай, мальчик. Скажи мне, будь ласка, ты меня уважно чуешь, да? Можно, я честно по-українски не понимаю. Не понимаешь? Хорошо, давай я буду с тобой по-русски. Я, в отличие от тебя, уважаю русскоязычных граждан Украины. И не говорю на русскоязычных, что они москалі. А ты, подонок, говоришь на меня за то, что я говорю украинское, что я бендеровец. Так вот, слушай меня, слушай меня, клинчаю. Скажи мне, ты нахера понимаешь русский прапор? Ты где, Луганщина, ты знаешь где? Это Украина. Знаешь или не знаешь? Знаю. Ты нахера, блядь, раскалываешь страну? Подонок, блядь. Можно тебе мне сказать? Нет, нельзя, я не закончил. Послушай меня. Ты имеешь право на свои политические взгляды. Ты поддерживай, блядь, хоть чорта лисого. Это твои вопросы. За кого ты голосуешь? В какую ты партию входишь? И так далее. Это твоя справа. Но когда речь идет о целостности страны, блядь, такими вещами не играют. За такие вещи за яйца подвешивают. Поэтому ты загрався. Поэтому сейчас вынесено решение о твоем задержании и аресте. И мы, как сознательные граждане Украины, помогаем выполнить решение суда и прокуратуры. Можно теперь мне сказать? Я согласен. Я закончу. Можно теперь мне сказать? Вот если ты, если ты, сколько тебе лет, придурок? 45. 45. Видишь, в 45 уже должен был быть умным. А дурак, придурок. Так вот слушай меня. Дай Бог, чтобы ты жил 100 лет. Вот до 100 лет, если ты еще раз, подонок, где-нибудь, хоть одно косое слово скажешь на Украину, на мою Луганщину, блядь. Если ты, хоть где-то скажешь, что тебе нужны войска, я тебе лично, блядь, приведу эти войска, и они тебя выгибут и высушат. Я понял. Нет, ты не понял. Если бы ты понял, ты б хуйня и не маешься. Можно теперь мне сказать? Скажешь, когда я закончу. Ты три месяца говорил, тебе никто не мешал. Хотя тебе три месяца назад надо было упаковывать и посадить. Я понял. Можно теперь мне сказать? Ты, ты, ты. На Луганщине устроил раскол, поднял русский прапор. Вот здесь все патриоти в Украине. Но ты понимаешь, да? Если сегодня не будет снято российский прапор, если вы не освободите администрацию, мы тебе визнём в основном. Понял, что ты? Я сам пытался сегодня не поднялся. Нет, ты ни хуя не пытался. Не скажешь. Ты понял меня, что ты не понимаешь? Прапор сняти. Так, если ты хоть слово не скриве скажешь, то ты украинский. Как я, блядь, найдусь под землей и забываю. И ты ни один не скриваешься. Клинчаю. Ты меня слышишь? Я смотрю на тебя в улече. Ты меня не понимаешь. Я луганский. Бен. Вот ты тоже, ты мудила. Потому что ты играешься с водой. Ты меня не понимаешь. Хоть одно кривое слово. Дене. На сессии, дома, блядь, и с женщиной под одеялом. Только попробуй, блядь, против Украины сказали. Я тебя знаю. И тогда ты пошкодил, что ты родился взагал на сессии. Я тебе попереду. И не скажи мне, что я тебе не попереду. Я не знаю. Мы связываем. Прийдет час, раз связываем. Это просто, чтобы ты понял. Чем тебе загрожую твои едики. Что так можешь ходить 15 минут. Не зручай, а не отож. Поэтому я не рад, что тебе играть в цей едики. А взагалі, ну так тебе. Что ты гукаешь? Виключи светло сзади.